Слава тебе, старче! Вас далеко от вас микрофон, плохо слышно. Объясните мне, пожалуйста, старче, отчего же вы сидите здесь, в этом рассаднике греха и разврата? Правильно, вот для этого в грешную землю Господь пришел, чтобы исцелить людей. Это же самое было перед потопом, и так будет перед пришествием сына. Это слово Божие, правильно? Мы свидетельствуем, мы пришли, как свидетели Иисуса Христа, рассказать о вечной жизни, о том, что то творится здесь, это Содом и Гоморра. И Бог говорит так, никакие пьяницы, блудники, Царь Всебожий не наследует. Абсолютно с вами согласен. Но позвольте вам задать вопрос. Я вижу, вы человек просветленный. Это общение для вас было бы, пожалуйста, уважьте, как говорится, страждущего. Скажите, пожалуйста, благотворно ли то, что вы проповедуете в этом рассаднике греха? Я только предупредить хотел, я вас не знаю, но вижу, что вы благородный человек, чтобы ни одного скверного слова, коловаз, никто не произносил. Боже мой, упасите, ни за что... Коротко, только вы не уходите, я отвечать начинаю. У меня был близкий знакомый, иконописис. Он парализованный, лежал 17 лет. Сергей Козлов из Воронежа. И перед самой смертью он выставил два ролика, беседующие вот здесь, в рулетке. А мы давно знакомы. Поэтому я решил после его похорона посмотреть, что здесь делается. И я увидел ужас. Открыто совокупляется, безобразничает. И я стал просить Господа, Господи, дай мне талант этого Сергея. И я нахожусь здесь уже сейчас 75 дней. И, ну, я не могу точно сказать, но примерно так вот. На 100 человек может быть один, который заговорит. 50% голые мужчины лежат, процентов 80% мусульмане. И им приходится отвечать. Но чтобы им отвечать, они... А мы вашу книгу не признаем. А я им вот так вот сразу показываю. А эту вы признаете? Да, я говорю, считайте, что написано. Еще ни один не мог прочитать. А я говорю, а зачем вы здесь, вы знаете, нет? Нет, слушайте внимательно. Я говорю, у вас дома 4 жены ваш покровитель разрешил иметь. За каждую колым платить. А здесь 44, даром и голые. Вы как весенние жеребцы на чужих кобыл. Куча собрались сюда, они засмеялись. Поэтому Господь будет судить всех по правде. Почему? В Патруе послали... Простите, пожалуйста, старча, перебью я вас. Скажите, как давно вы исповедуете религию Христа? Вы пока здесь, пока говорим, можете не пить. Вот все пьют, заливает какой-то огонь. Отложите пока. Нет, я пью чай. Это просто чай. Ну чай, ну все равно пока, чтобы не отвлекаться. Я родился в старообрядческой, беспоповской семье, которая называется Кержаки. Я с детства от матери получил то, что есть и двуперстие, и что есть суд Божий. И я знал, что мне гореть в огне. Хотя, что мать говорила, в пионеры не вступил. Я не умею отличать, когда перебивают. Мать что говорила, грех в пионеры вступать? Не вступали. Бог меня сохранил от женщин, от воровства, от матерков. Мне 80 лет, я еще ни одного матерка не сказал. И в таком возрасте, в таком уповании я ушел в армию. И после армии я служил во флоте, в ракетных войсках. Уже в 23 года мне в руки дали Евангелие. И я тут увидел, что есть надежда спасения, что за мои грехи умер Христос, как в Евангелии от Иоанна 1,29 говорится. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И я принес покаяние перед Богом, не изменив вере православной. И первому же человеку на корабль, когда зашел, я стал говорить, живем неправильно. Надо жить для Бога. И вот 56 лет я иду этим путем. И заплатил тюрьмами, в пяти тюрьмах отбывал в лагере за слово Божие. Если вы зайдете на наш Ютуб, он называется «Во свете Библии» канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ты его увидишь, у нас там 14 700 роликов. Мы строим с нуля православную деревню. Первый разговор ведем с человеком, если он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот тогда мы разговариваем с ним. Дальше. «По милости Божией, не сам Бог позволил мне в советское время создать в 1972 году православный лагерь. Он совершенствовался, и я был начальник, ему 45 лет. Тысячи детей подняли, и ни одного рубля государство не дало. Вот сейчас мы строим православную деревню, дороги, все абсолютно за свой счет. И только мешают, но Бог дает полную победу. Наконец начальство смягчается. Построили храм. У меня брат, он пресвитер. Вот 3 февраля было ему 40 лет в священном сане. И у нас своя община зарегистрирована, крестовозвиженская. И тут приехал митрополит Алтайский и Барнаульский, Сергий Иванников. К слову сказать, удивительный человек митрополит, как отец родной. И он тут был, и как награждал крестом с украшениями брата. У нас очень строгая дисциплина. Когда вы зайдете, вы увидите, как занимаются с детьми, какой порядок. У нас все одеты по форме, как мусульмане нас своими признают. Но у нас не хиджаб, а два платка. Поводник. Как на рисунках Репина, Полежаева, Сурикова. Мы на старинных, благочестивых русских обычаях это все делаем. И Господь позволил мне написать 38 книг в бумажном варианте. Я много преподавал в университетах, радиопрограммы вел. И там я отвечаю на вопросы и проповеди. И Бог положил мне на сердце подарить эти книги библиотеке мира. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, порт Находки. Потом забросили контейнер книг туда, к границе. И прошли до Португалия. Дальше Скандинавия, Прибалтику и Север. 650 городов посетили. И на 35 миллионов Господь позволил подарить книги. Книги видели в библиотеке у Путина, у Патриарха. Книги на нашем сайте. Если зарядите во свете Библии сайт, вы там увидите их. Вот наша деятельность. Я пришел сюда, как говорится, нездоровые, больные имеют нужду во врачей. И сколько человек, которые пришли на наш сайт, на наш YouTube. Мы, говорит, давно вас уже смотрим. И с мусульманами здесь тоже установили отношения. Я им считаю закон. Я говорю, у вас спасителя нет. Показываем, как мы в путешествии в Баку в доме мулы ночуем. Как пришлось молиться по православному в мечети. Какие были беседы. Ну, 650 городов. Это не два. Мы прошли 120 тысяч километров. Трижды вокруг по экватору. И вот для этого я нахожусь здесь. У меня с собой рядом лежит крупным шрифтом написано, чтобы можно было читать псалтырь отдельно. 3000 лет ему. И отдельно четверо Евангелия по благословению патриарха Кирилла. Каждое воскресенье мы идем по городу, раздаем Евангелие. Только в окрестностях своей деревни мы раздали более 30 тысяч Евангелий. По домам. Из дома в дом. Чтобы люди шли, открывали храмы, молились, не изменяли православной вере. Старший, как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 80 лет будет 10 июня. Игнатий Тихонович, позвольте выразить вам мое безграничное уважение. Безграничное. Вы сродни просветленному человеку. Вы поймите правильно. Я безгранично уважаю веру православную. Я уважаю лично и люблю как человека и как посланника Божьего, Иисуса Христа. Мое уважение к Нему безгранично. Я вознесу за вас 108 мантр. За ваше здоровье. Поймите правильно. Я безгранично уважаю вас. Теперь уже. Я безгранично уважаю вашу веру. Хоть я сам являюсь буддистом. Но я вознесу за ваше здоровье и за ваше дело 108 мантр. Ом мане пад бэхум. Клянусь. Я вознесу за вас мантры. Знаете что? Ом мане пад бэхум. У нас это Господь Иисусе Христе, Сыне Божий поймал меня грешного. И когда выходят, молятся буддисты. И в конце концов у них остается одно восхищение. Так и у нас. Ох, что дал Господь. Я много ездил по буддисту. Я вознесу искреннее уважение и восхищение Господу Иисусу. Жизни, мира и памяти Его деяниям. И вам лично. И вам лично, Игнатий Тихонович, я принесу свои 108 мантр. Так, вы, если будет у вас желание встретиться по скайпу, вы просто Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией и именем. И мы можем побеседовать. Вероятно, мы встретимся еще раз. Я расскажу, если чуть-чуть расскажу. Был такой среди бурятов православный, то есть Спиридон Кисляков. И он проповедовал как-то среди там, которые собрались вместе, ну, ламы. И среди лам. Они, говорит, очень грамотные были. И он стал им говорить о Христе, что Он умер за наши грехи, и что мы спасаемся им. Ну, тогда встал один и говорит, уважаемый, мы вас выслушали. Вот если бы люди все верили, как мы, буддисты, то люди спали бы спокойно. А вот если бы верили, как вы, то никто бы спать не стал. А день и ночь Бога благодарили. Но почему, когда железную дорогу проводили, мы радовались? Когда провели, дети перестали нас слушаться. У женщин стали носы проваливаться. У вас рот в крови, а вы нам проповедуете о Христе. Почему вы не живете по Его заповедям? Я, говорит, сидел как громом пришиблен. Я едва вышел, у него два мешка сухарей было. На коня не мог залезть. Я ушел в лес, говорит, упал вниз лицом. И только в потемках встал, говорит, я плакал и плакал. Горе какое нам будет. Как мы себя поставили. Вот какое дело. Так что обречение нам на пользу. Мне кажется, эти буддисты шли другим путем. Вот мое мнение. Но я говорю о миссионере, которому сказали ламы все это в глаза. И он не мог опровергать. Он понял, что все это правильно. Почему? Потому что лжеправославных очень много. И Анна Тауз говорит, для многих слово христианин – это звук, вводящий других в заблуждение. Скажите, я надеюсь, вы заметили, какой жесть я вам показал. Да. Я показал его не просто так. Вот у нас… Выражаю свое уважение к вам. У нас «Сотница» называется. И 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день. Вот видите, как. Видите, у нас здесь изображение креста. Да. Это называется «Джаба». 108-8. У нас называется это «Щетки». Четки. А у старобрясов – «Лестовка». И у нас это положено семь раз молиться. Называется «Джаба». 108 зерен. Я ежедневно возношу 108 мантр. Я воспеваю путь Будды. У нас 118-й Псалом, 164-й стих. Говорится так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. И у нас тут мы считаем три святые, а потом сто поклонов. Сейчас пост идет, земные поклоны. Не меньше семи раз. Это получается 700 поклонов, не считая утренне-вечернее. То есть в среднем тысячу поклонов в день. Мы любим Господа и смиряем плоть свою. Господи, помоги нам смириться. Постом и молитвой, чтобы задушить все это. Вы знаете, у меня были причины исповедовать буддизм. И есть эти причины. И когда я, приходя в традиционную, вы понимаете, что распространенную ныне русскую православную церковь, чтобы выразить свое почтение лично Иисусу Христу, что я вижу? Я вижу, к сожалению, прескурат. Как только я захожу в церковь, я вижу буквально сколько что стоит, уже на входе. И вы знаете, это страшно. Это правда страшно. У нас в общине нет ни копейки, ни с тарелкой не ходят, ничего нет. Сметая десятина все погасила. И строимся. И ни одной свечки не продается. Берем чисто восковые свечи. Батюшка ставит сколько надо. Представьте себе, я не могу прийти в церковь со своей свечой. Я обязан купить ее в церкви. У нас свои, все сами делаем. Ну скажите, разве это не отвратительно, вот то, что происходит сейчас? Они извращают Слово Христово, они извращают Слово Божие. И они извращают этот путь. Чтобы человек принял спасение, ему нужно. Апостол Павел, это Петр проповедовал, а ему мужи говорят, что делать, чтобы нам спастись. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Он говорит, покайтесь, запятая, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Три ступени. Сегодня как все три нарушаются. Я уже говорил об этом неоднократно. Покаяния нет. Человек просто пришел и вот с ним не забеседует. Вот я вел занятия в университетах, мы подготавливали. Подготовка у нас шла от трех до пяти лет, пятьсот часов занятий. Этого нигде никогда не было. Второе. Это должно совершаться бесплатно. Это тоже нарушается. Не подготовленный и не погружается. Мокрой ладошкой по лбу платить деньги. И мы боремся с этим. Но у нас этого нет. У нас все в озере, крещение, подготавливаем и все бесплатно. Мы отдельно зарегистрировали общину, да. Общаясь с вами, я действительно испытываю самую настоящую радость. Мне очень приятно встретить человека, который идет тем же путем, которым пытаюсь идти я, ибо нельзя в полной мере отдаться узкой тропе, узкой тропе к просветлению. Но я уверен, мы идем одним путем, но по-разному на него смотрим. Вот и все. У нас такой путь только через Голгофу. Только. Мы все идем к Голгофу разными путями. А дальше один путь, когда мы обратились, покаялись. Отвергнись самого себя. Возьми крест и следуй за мной. Отвергнись себя. Своё я растопщи. Ты живешь не для себя, для Бога и для ближнего. Вот мы каждый день молимся. Господи, пошли проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Мы буддистов не забываем в молитве ни одного дня. Ежедневно молимся. Чтобы люди возвестили о любви Божией. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Иисуса Христа на казнь. Дабы всякий верующий, он не погиб, но имел жизнь вечную. Мусульмане так сидят, слушают. Я говорю, ну вы почему свою-то книгу не знаете? Посмотрите, ни один еще не мог прочитать, что там написано. У меня вышла отдельная книга, среди 38 книг, это 18 том, отдельно. Я разбираю Коран, Пасур и Майяятов весь. В сравнении с Библией. Откуда у них это взято? Вот здесь столько-то раз Ибрагим, у нас Авраам. Я могу сказать им, вот спрашиваю, скажите, что самое ценное у мусульман, они не могут ответить. Я говорю, пятикратный намаз, намаз, молитва. И когда мы в путешествии были, выезжая из города, у нас палатка военная 2 на 2, и мы становились на колени, простирали руки, молились. Если рядом на дорогах работают там, ну мусульмане, там узбеки, мы знаем, они в обиду нас никогда не дадут, они очень это любят. И наши, когда сестры идут, вы зайдите на наш сайт, вы это увидите, это на Ютуб, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Идут, а одеты, платья до земли, ну, это картинка. Так они, сестры наши, мы говорим, это православные. Нет, это мусульманки. Они нас своими признают, видят только внешне как. Я им говорю, мы в доме мулы ночевали, и как беседа какая шла по римлянам 6.23. Я им поставил вопрос, вы верите, что написано здесь? Возмездие за грех смерть. Все согласились. А дальше-то как? Человек убил человека, его посадили, утром казнят. Что он должен делать? Ну, Магомед таких не принимает. Он не знает, что. Я говорю, у нас дальше запятая. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, за наши грехи умер Спаситель. У вас Спасителя-то нету. Они ничего не могут сказать. Я их не трогаю. Мне не надо опровергать. Меня Господь послал проповедовать Евангелие, а не опровергать какие-то книги. Что же, я вижу, вы человек практически просветленный. Мне было очень приятно с вами общаться. И я уверен, мы увидимся снова. Так, только запишите, что Игнатий Лапкин. А вот если вы зайдете на сайт, в вот эти Библии сайт, вы там увидите кинофильмы, она снятая. Я отвечаю перед студентами 4124 вопроса. 55 папок. Отдельно все там. Мусульманство, хрустянство. И я отвечаю по четырем параметрам. Что говорит Библия? Что говорят святые отцы? Это 300 томов книг. Что говорят каноны? 719 правил. И что говорят жития святых? 1173 биографии. Скажите, вы монах? Я не монах. Я благодарю Бога. Потому что монашество в том виде, в котором оно есть, оно не соответствует заповеди Христовой. Христов говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А эти людей загнали. Вот старобрядцы проповедовали бурята. Его понесло водой. И он там на камень, говорит, уцепился и кричит. Бог Никола, помоги мне. И Бог Никола, и Бог. Он не знает. Потому что старобрядцы не рассказали о Христе. Для нас важна не религия, а Христос, который умер за меня. Который воскрес. Вот сейчас через три недели будет Христос воскрес и приветствовать. И мы благодарим Бога, что Он коснулся наших сердец. Земле коснулась длань Будды. Длань Христова. Да. Вот говорят, как вы готовились к этому. Никак не готовились. Я когда говорю, ты уши заткни. Я с малых лет готовился террористом быть. Отомстить коммунистам за то, что они сделали с моей землей. Я это от отца сослышал. А Господь показал, тебя будут гнать. Тебя будут гнобить. Меня 26 лет только вымораживали. В морозилках держали, накачивали. Выламывали руки. А я живой. Это Бог сделал. И ни одной таблетки еще не съел. Вы пострадали за свою веру. Да. Но остались твердые дни. Мне пришлось первому в стране опубликовать архипелаг ГУЛАГ. Насчитать его. Александр Солженец. Да. И кроме того, я брал интервью репрессированных. А кто они, для меня разницы нет. Люди страдали. А советская власть это не любила, когда опубликуют. И меня осудили по статье 190 прим. Вот если зайдете на сайт, то прямо вверху вот такая рамочка. И там написано, для слова Божия нет ус. То есть это книга, а обо мне два священника пишут. Она из одних документов. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюрки. Что ж, мое вам почтение. Спасибо, Христос. Обязательно вознесу за вас 108 мантр. У нас цифра 108 тоже имеет свое значение в псалтыре. Ну ладно. Ну, вы знаете, для меня, как для птиста, это число имеет сакральное значение. Ну, у нас имеет оно другое значение. У нас это псалом проклятия. Все проклятия собраны в 108-й псалом. О, нет. У нас-то имеет прямо противоположное значение. Я говорю, что это псалтырь. 3000 лет назад написано. Я понимаю. Там и на детей, и на всех распространяется. Для нас 108 имеет совсем иное значение. Для нас 108 – это 108 страстей. Положительных, отрицательных и нейтральных, находящихся в будущем, настоящем и прошлом. То, что мы переживаем. Это те 108 страстей, от которых следует избавиться для обретения просветления, для обретения сознания Будды. У нас написано в Евангелии от Яна, 15 глав, 5 стих. Без меня не можете делать ничего. И пытаться избавиться от страстей без помощи Божьей – это все равно, что человек, который в трясину погрузился, засасывает себя за волосы вытащить. Это невозможно. Господь говорит, я помогу вам, я избавлю вас. Я просто не знаю, в курсе вы или нет, но, в частности, лично Иисус Христос почитается в буддизме, как один из человек, который достиг сознания Будды. Он второе лицо Троицы, почитается у нас. Бога-человек. Вот в мусульмане тоже был человек вознесся. Я говорю, нет, он второе лицо Троицы. Бога-человек, Бога-человек. Безусловно. Но в храме Тысяча Будд есть имя Иисуса Христа. Интересно, главное. Вот стали говорить, вот Китай придет, какой Бог? А я говорю, у них Бога-то нету. У них Будда достигнута нирвана, достигает в этом положении любой человек. Изберем из развития ЧПО. Обратите, передоль легким. Какanda tehd Add guest.